Я беру две отварных свеклы весом 440 граммов и натираю на терке для овощей по-корейски. Или же можно использовать просто крупную терку. Тертой свекле приготовим вкусную заправку. Для нее я возьму 2 столовых ложки нерафинированного оливкового масла. К нему добавляю третью часть чайной ложки соли, щепотку черного молотого перца, чайную ложку неострой горчицы, одну столовую ложку меда и одну столовую ложку бальзамического уксуса. Вместо бальзамического уксуса можно также использовать лимонный сок. Хорошо перемешаем все ингредиенты этой вкусной заправки и польем ею свеклу. Хорошо перемешаем. Привычная свекла с такой заправкой получается очень вкусной. Пока убираем ее на пару минут в сторонку, это еще не все. Подготовим вкусную, интересную и красивую подачу. На сухую разогретую сковороду высыпаю пару столовых ложек семян подсолнечника или любых орехов по вашему вкусу. И прогреваю их здесь, помешивая, чтобы у них появился типичный аппетитный красивый аромат. Затем на той же терке, что я натирала свеклу, я потру немного сыра, твердого сыра. Количество сыра и тип сыра берите по своему вкусу, по своему желанию. Рецепт этого салата очень простой, но получается он очень-очень вкусным и полезным. Свеклу выкладываю на тарелку равномерным слоем. Сверху посыпаю сыром. Затем добавляю ароматные семена подсолнечника, ну или орешки, как вам больше нравится. Последний ингредиент немного зелени. У меня это петрушка мелко порубленная. Салат готов вкусно, просто и полезно. Готовьте с удовольствием. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк, если рецепт вам понравился. И выражайте свое мнение в комментариях. Я желаю всем мира, благополучия и безопасности. До встречи в следующем вкусном видео.